Добро пожаловать на девятый урок. Мы действительно верим, что Господь даст вам все, чтобы вы имели в своих руках эффективные инструменты, чтобы вы приводили людей к Иисусу Христу. Он сделал все. Он отдал своего Сына, Иисуса Христа, который умер за нас, который воскрес из мертвых. И он дал вам руки, ноги, дал вам голос. Представьте себе, если Моисей, как он говорил, что Бог не может использовать меня, я не могу говорить. И сколько книг Моисей написал? Пять книг. Пять книг Моисея, Бытие и так далее. Но сколько книг написал Аарон, которого Бог тоже послал? Ни одной. Так что, если Бог говорит тебе, что он может использовать, значит, он может использовать. Бывают такие моменты в нашем разговоре с людьми, когда мы как бы спотыкаемся и не можем дальше продолжать разговор. И тогда мы можем помолиться. Господь, помоги мне. И Бог даст нам все необходимое, даст нам Святого Духа. Поэтому цель данного урока заключается в том, чтобы вы приобретали людей в силе Святого Духа. Главная цель евангелизации, конечно же, в том, чтобы приводить людей к спасению для вечности, с руками без рук, с ногами без ног, с двумя ушами, с одним ухом и так далее. Главное, чтобы люди попадали на небеса. Не забудьте, что это наш главный фокус. Но есть люди, которые не могут поверить Бога из-за каких-то своих переживаний, а Бог хочет их спасти. Он хочет привлечь их внимание. И у Бога есть план. Бог не меняется. Он тот же самый Бог, который описан в Библии. И неважно, какую вы доктрину там слышали. Люди, пожалуйста, у нас у всех одна и та же Библия, в которую мы верим. Поэтому не спотыкайтесь на доктринах. Библия говорит в Марка 16, 20. Когда ученики вышли, проповедовали повсюду. И Господь работал с ними. И утверждал свое слово знамениями, которые сопровождали их. Вы можете прочитать. Итак, это значит, что была помощь от Бога. Они проповедовали слово, а Бог совершал чудеса. И вот почему люди говорили. Он говорил слово Божье со властью. Так говорили о нем. Мы не только пользуемся своим мозгом, своим умом. Мы не можем только убедить людей своими аргументами. Бывают люди, которые боятся поверить. Им нужна какая-то ситуация, в которой бы они поверили, какое-то чудо или знамение. И такое происходит. Но только Бог может совершить чудеса и знамения. Понимаете? Видите ли разницу между мертвой религией и живым Богом? Иисус жив. Он воскрес из мертвых. Он по-прежнему действует. Он по-прежнему совершает чудеса и знамения. Если вы видите, если вы посмотрите на учеников, как он использовал их, как он использовал Петра, даже Иуду. И его использовал, так же совершал чудеса. Итак, мы верим в Иисуса Христа, что Он сегодня и вовеки тот же. Об этом можно прочитать в Евреям 13, 8. Бог не меняется. Его слово живо сегодня, оно сегодня истинно. И так написано. Он совершал чудеса, и Он будет использовать вас и сегодня. И каковы условия? Как такое возможно, чтобы Бог использовал вас в совершении чудес и знамений? Очень легко. Этот случай будет сопровождать тех, которые верят. Я хочу задать вам вопрос. Вы верите? Если вы верите, послушайте, тогда это произойдет. Написано, что они будут возлагать руки на больных, и те будут исцеляться. Верите ли вы в Библию? Иисус сделает эту силу доступной для вас, для всех, кто верит. Иногда это может быть ключом к тому, чтобы привести людей к Иисусу. Сам Иисус сказал, если не верите словам Моим, тогда верьте делам Моим, чудесам. Если даже Иисусу нужны были чудеса, то уж тем более вам, насколько же мне тогда, насколько нам всем нужны они. Я помню одного парня, я еще был очень молод в вере, только спасенный, и я разговаривал с ним. Он говорит, нет, мне Бог не нужен, я живу своей жизнью, и все я делаю правильно, так что Бог мне не нужен. И он мне говорил, что он самоправедный, и что ни в чем другом он не нуждается. И я вдруг остановился и сказал, извините, пожалуйста, а можно я с вами помолюсь? Я просто возложил на него руки и сказал, Господь Иисус, я молюсь, чтобы этот человек понял, что ты умер на крест за его грехи, что ты так сильно любишь его, что ты воскрес из мертвых, и что ты здесь, прямо сейчас. Господь, пожалуйста, открой его сердце, чтобы он понял, что он не настолько хороший человек, что он потерян, потому что все мы потеряны. Господь, покажи ему, что он нуждается в твоей любви и в прощении. Аминь. Я открыл глаза, я посмотрел на него, у него слезы были в глазах. Он начал рассказывать мне, как он потерян, насколько он действительно не такой уж и хороший человек был. То есть совершенно противоположная ситуация произошла. Таково было обличение Святого Духа. Люди, поймите, мы не можем сами никого спасти. Обличение Святого Духа нужно людям, которые потеряны для Бога. Иногда нам просто нужно сказать, Дух Святой, мы нуждаемся в тебе. И тогда можно привести вот так человека в молитве, и Бог сделает все остальное. Например, если ваша семья не спасена, вы тоже можете использовать этот инструмент. Например, вы можете молиться с ними перед обедом, перед ужином. Можете сказать, давайте помолимся, я хочу помолиться и перед едой, и просто вот так вот привести их к спасению и рассказать им Евангелие. Итак, смысл в том, чтобы нам возлагать руки на больных, и они исцелялись. Это же написано в Библии, не думайте об этом, не изучайте как-то это в богословских, просто делайте. И все получится. Библия, она действенно. Это самая печатаемая, самая издаваемая книга. Когда я услышал эти слова, я просто делал так. Я увидел одного парня, и у него одна нога была короче другой. И я помню, что я читал в Библии, что нужно возлагать руки на больных, и она будет исцеляться. Но я думал, я же не какой-то там проповедник исцеляющий, я просто верующий. И ребята, которые стояли вокруг, они мне бросили вызов, типа, ну, ты в кого веришь, где твой Бог? Давай, молись за него. Они привели ко мне эту парню и говорят, давай, молись за него. Я возложил на него руки и говорю, Господь Иисус, спасибо тебе за то, что ты можешь исцелить этого молодого человека. И я говорю этой ноге, выпрямись прямо сейчас, стань такой, какой тебя Бог запланировал с самого начала. Аминь. Я посмотрел на него, и нога начала расти. Понимаете, я не могу ничего сделать, но Бог может. Но Бог будет использовать вас, просто возлагайте руки, и исцеление будет приходить. Молитесь за больных людей, и больные будут исцеляться. Потому что Иисус умер не только за наши грехи, но еще умер за наши болезни. И не нужно этого забывать. Иисус жив. И Он хочет менять наши жизни, и Он хочет показать, что есть разница между религией просто и живым Богом. Написано в Библии, что Бог также действует силой, не только словами, но и силой Святого Духа и обречением от Него. Так что все идет вместе. Мы видим по всему миру. Больные люди исцеляются, слепые начинают видеть, хромые ходить. Вот это мы можем говорить людям. Единственная часть, которую мы совершаем, лишь только то, что мы послушны. Один человек мне сказал, Штефан, я хочу, чтобы вы помолились за меня. Я говорю, а что произошло? Он говорит, я молился за людей, но никто не исцелился. Так что я не думаю, что Бог может меня использовать. И я вижу, когда я услышал эти слова, я спросил его, ну, если вы так говорите, а сколько раз вы молились за исцеление? И он говорит, что ты там сказал, что не так много. Но ведь на самом деле, если немного молишься, то немного будут и исцеляться. И я ему говорю, у нас нет ответа на это. Вообще у нас нет ответов на все. Единственное, что я могу посоветовать, ну, просто молитесь больше за людей. И верьте Богу, что он будет совершать чудеса. И он позвонил мне однажды и сказал, у меня произошел прорыв. Один мой друг проезжал через Берлин, и я с ним встретился, спросил, как у него дела. И тот сказал мне, что у него рак, и что врачи говорят, что надежды практически никакой. И я им говорю, я помолюсь за тебя. Давай соединимся в вере, что Бог может тебя исцелить. И потом я помолился за него, и когда врачи сделали ему тест, то подтвердили его полное исцеление. Итак, если вы начнете молиться за людей, молиться за исцеление, то Бог точно будет их исцелять. Также написано, что мы призваны исцелять больных. Но вот теперь ваш вопрос. А что, если ничего не произойдет? Во-первых, ответственность не ваша. Иисус не говорил, посмотрите на людей и подумайте, если вы не призваны исцелять, тогда не совершайте ошибок. Нет, Он говорит, если верите, что они будут исцеляться, то они действительно будут исцеляться. Поэтому, если мы пойдем и будем молиться за людей, то чудеса и знамения будут происходить. Я не совсем не говорю, что каждый человек будет исцеляться. Я просто говорю, что ответственность не ваша. Иисус все совершает. Иисус понес болезни на Своем теле, когда умирал на кресте за нас. Написано в Исаии, что Иисус взял наши болезни, взял на Себя. Так что наше дело – возлагать руки на больных и молиться за них. Во-вторых, если вы ничего не будете делать, соответственно, ничего и не произойдет. В чем разница, если вы помолитесь за человеком, и ничего не произойдет? Или если вы не будете молиться, и тоже ничего не произойдет? Я помню, одна женщина, она сидела в инвалидном кресле, и она попросила меня помолиться за ней. И она попросила помолиться, и я молюсь за нее. Еще одна женщина стоит в очереди, у которой рука не поднимается. И она тоже попросила молиться. И знаете что? Я молился за них обеих, и ничего не происходило с женщиной, которая сидела на коляске. Но та женщина, за которой я молился, у нее начала рука подниматься потом. А что, если бы я перестал молиться после той первой, и ничего бы не произошло тогда? Поэтому доверяйте Богу. Бог будет использовать вас. Чем больше вы будете молиться за людей, чем больше вы будете видеть, как будут происходить чудеса. И также, повсюду есть люди, которые мучаются, мучаются от боли, и не могут получить освобождение. Но Бог может использовать вас, чтобы вы приносили им свободу в силе Святого Духа. Чем дальше вы будете больше делать шаги, вы увидите, как это действует. В Якова написано, не получаете, потому что не просите. Так что нам просто нужно просить. Итак, первое, что мы делаем, нужно верить Богу за то, что Он может совершать чудеса, и Он будет совершать их через вас. Так что просто скажите, Господь, вот я. И потом верьте Богу, потому что без Бога, как написано, без веры невозможно угодить Богу. Используйте всякую возможность, чтобы возлагать руки на больных, и чтобы говорить людям, что Он целитель, и что Он все может, все возможно верующему. В Марка 13 главе написано. «И потом бросайте вызов человеку». Та женщина, за которой я помолился, у которой рука не поднималась. Я ей говорю, «Давайте, сделайте что-нибудь. Начните делать то, что вы не могли делать раньше». И она начала поднимать руку и смогла. Так что я вам говорю, и также говорю людям, что важнее того, чтобы исцелились, принять исцеление. Так что готовы ли вы сейчас принять Иисуса Господом? Если Господь говорит вам о каком-то человеке, то очень важно следовать за Духом Святым, как Он может использовать вас. Помолиться за человека, рассказать ему Евангелие и так далее. И верьте Богу, что Он может использовать вас. Перестаньте быть зрителем, но будьте делателем. Применяйте то, что вы узнали. Бог да благословит вас. До свидания. Что делать? Попрощайтесь с менталитетом зрителя. Поблагодарите Бога, что Он хочет использовать вас в исцелении больных. И в следующие 48 часов используйте максимально возможности, которые появятся, чтобы применить все то, что вы узнали.